Всем привет, с вами Дэн. Сегодня у нас на канале обзор не про часы и обзор не про ремешки. Сегодня у нас на канале обзор про iPhone 7. Вот так вот, радикально, но я уже несколько раз делал такие вкрапления на каналчик, которые были не связаны с непосредственно часами. В принципе, интерес был, поэтому я решил, почему бы и нет, почему бы не продолжить. Возможно, это будет вам интересно. Да, безусловно, опоздал я на месяц. Уже давным-давно этот телефон вышел. Но, тем не менее, собственно, пришло мне время обновлять свой телефон. У меня сейчас iPhone 6. Я, к сожалению, показать его не могу, потому что видео снимается именно на него. Но могу показать другие телефоны, которые у меня недавно были или которые я пользуюсь. Чтобы вы не подумали, что здесь некая такая реклама яблочная пошла и, собственно, фанатский такой канал становится. Ну, до iPhone 6 у меня вот был даже старый добрый 4s, который очень долго прослужил. Много лет с ним ничего не происходило, хотя он падал. Причем прилично так на асфальт, в общем, живой, работает, даже батарейка держит почти целый день. До него у меня был вообще супер винтажный телефон Sony Ericsson P1i. Отличный телефон, это из кнопочных, на мой взгляд, наверное, самый такой клевый. Очень удобный, в отличие от BlackBerry и подобных. На работе еще пользуюсь рабочим Asus Android, собственно, поэтому я с Android тоже знаком. Но как-то вот не зашел этот телефон, и Android мне вообще как-то вот... Ну, как говорится, на вкус и свет все у нас разные. Ну, давайте перейдем к главному герою обзора. Это черная коробка. Впервые для Apple она такого цвета. Здесь, для примера, я положил от iPhone 6 коробочку. Это стало чуть больше. Черная, потому что телефон черного цвета. Это у них цвет Jet Black, или как по-русски его называют черный Onyx. Делают искусственный ажиотаж. Специально ограничивают поставки в Россию. Телефон этот, в принципе, довольно редко найти. Обычно его продают такие магазинчики серенькие, но не сочтите за рекламу. В том же NVIDIA можно купить в любой практически день. А при этом в официальном магазине Apple его купить нельзя. Вот такая вот странная фигня происходит. Ну, ладно, давайте уже переходим к распаковке на 128 гигов. Рутест, или как там это. Те, кто знают, что такое Apple, покажу, что впервые здесь, опять же, не надо его коробочку чем-то там с крепочками, ножичками отрезать. Можно просто взять вот так вот и как-то... О, просто открылся вообще. Крутяк. Ну что, поехали, открываем. Я сам его первый раз вижу, вообще в руках держу, точнее, еще пока не держу. Буду держать семерку первый раз. Опа, а телефон не наверху. Здесь только какая-то хрень. Коробочка с, наверное... Ну, конечно, да, яблочки и всякая бурда, как обычно. Какие-то мануалы, справки. Ну, я думаю, все это вам неинтересно. Так, а где скрепка? Непонятно. Ну, ладно, может, она где-то еще будет. А, вот она, да. Вот скрепка, которую будем засовывать в сим-карту. Так, телефон. Блин, реально он клевый. Он такой же клевый, как его показывали в разных обзорах. И вживую он еще более клевый. Супер. Слушайте, ну реально вот этот красивый. Вот шестерка, 6S. На мой взгляд, не красивый телефон, а 4S был красавец. Вот он, красавец. И это прям, вот реально классный телефон. Прям, прям, прям мне нравится. Давайте. Слушайте, ну он с обеих сторон, вот как зеркальный. Они как-то полировали специально алюминий. Он реально как зеркало. У него можно смотреться, он все отражает. В люстру он отражает. Ну вот этот реально классный телефон, очень красивый. Не видно этих дурацких антенн, как раньше было на шестерке. Ну, телефон такой прям секси, да? Секси. Так, ага, здесь нет больше разъема 3,5 мм. Здесь у нас кнопка выкол, тоже все под цветом. Прям кусок такой черный. Супер. Мне нравится. Очень красивый телефон. И он не скользит в руке, как шестерка. Это плюс. Он не будет просто так выпадать. И камеру сделали поаккуратнее вот здесь. Она теперь встроена прям в корпус, хотя она и торчит. Но тем не менее она встроена в корпус и не так бросается в глаза. Логотипчик другой. Класс. О! Да-да-да. Эта кнопка не нажимается больше. Home она теперь, как она? Сенсорная кнопка. Стаптик Энджин, который у них появился в 6С. Я, кстати, эту штуку никогда не пробовал пользоваться. Так что не могу сказать, как оно в деле. Также стереодинамики здесь должны быть. Это очень быстрый телефон по производительности. Самый быстрый, по-моему, в мире. Хотя, на мой взгляд, это как бы нафиг не нужно. Потому что главное, чтобы были программы правильно отлаженные. А скорость... Ну, как вы помните, раньше айфоны были не самые быстрые. А теперь вдруг стали самые быстрые. И всем это стало важным. Фронтальная камера Full HD из того, что новенького. Обычная камера диафрагма 1.8. Я думаю, мне пригодится. Стабилизация есть. Теперь обзоры будем снимать на новый телефон. Надеюсь, что они будут более качественные. Так. А, еще из-за того, что там главного, это пылевлагозащита. Я не знаю, пригодится это мне или нет. Но, может быть, и да. Давайте посмотрим, что еще есть. Зарядка... Почему-то уже в такой некрасивой коробке. Какой-то картонная. И почему-то белого цвета. Ну, что-то вообще не в тему. Черный телефон, белые наушники. Белый провод. Что тут? Где-то еще должен быть... А, вот он, переходник тоже белый. Ну, это странно. На самом деле, не в цвет, не в тему. Ну, ладно. Что есть. Так, сейчас его попробуем включить. Потом продолжим. Ну, вот, что там тут пишет. Здравствуй. Кстати, пока вот вставлял сим-карту... Первое, что мне не понравилось, да, в новом телефоне, то, что кнопка, которая переключатель на громкую и без звука, она какая-то маленькая стала. Меньше, чем в 6s, и мне кажется, менее удобно. Так, ну, давайте, блин. Где русские? Что такое? Здравствуй, да. Нажмите кнопку. О, она вообще по-другому работает теперь. Да. Она нажимается, вот как, если у вас когда-нибудь был BlackBerry, у них такой был телефон тоже с сенсором. Примерно как-то так. Да. Ну, что, Россия, да, Россия. Ну, да, кнопка вообще по-другому работает. Это очень интересно. Ну, вот теперь самое интересное. Он как раз просит этот Touch ID настроить для ввода пальца коды пароля. И дальше, насколько я знаю, будет уже с сила отклика кнопки и так далее. Ну, и остальные все фишки. Наверное, на этом я все-таки буду уже заканчивать. И на самом деле очень интересна ваша реакция на все это дело. Ставьте лайки, если вам понравился интересный обзор, не только про часы, но и про что-то другое. И, опять же, лайк будет важен, если вы хотите, чтобы я дальше рассказал уже про там конкретное использование телефона, новые проционки, что я об этом думаю. Ну, если вы ставите дизлайки, то, значит, уже дальше не будем снимать про эту ерунду. Так что давайте. И не забудьте подписываться на канал. Всем пока. С вами был Дэн. Следующий видос уже будет про часы.